Ветер, слышно плохо, особо не пофилософствуешь. Год назад это была Страстная Суббота. Восьмого была Пасха. Ныне Страстная Суббота и Благовещение. Сегодня Благовещение с праздником вас. Ветер. Обычно ветер, вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. В этом году 21 число. Украинский президент появится. С праздником вас всех. Я вот иду, наблюдаю за птичками. Сидят, гнездышко не вьют. Дисциплинированные птицы. Одна пыталась вить гнездышко, я ей громко, командным голосом крикнул. А ну прекрати, не богохульствуй. И она перестала, перекрестилась крылом. Почему-то левым. И замерла на ветке. Вот это за спиной старое кладбище Кропоткина. По мнению некоторых краеведов, там могила Алексея Николаевича Романова. Цесаревича. Ой, сколько легенд, сколько легенд. Люди придумать умеют разное. Виват, символ Виктории. Нельзя в современном мире, толерантном, толерантном мире, говорить такие вещи. Но я скажу, я ненавижу собак, я патологически ненавижу этих животных. Я человек хороший. Никакие не друзья человека. Это демонические существа. Но это тот же волк, только хитрый. Приспособленница, лизоблюд и раб. Волк раб. Вот что такое собака. Рабы, если захотят укусить, они загрызут. Волк еще пожалеет. Собака никогда. Я убедился 19 лет назад, на своем личном опыте. У меня разорвана рука. Ее чуть не ампутировали. При этом я совершенно никогда никого не провоцирую. Это вообще мой философский принцип. Никого не провоцировать, никого не трогать и никому не вмешиваться. Всю жизнь они это делают ко мне. Я говорю не о собаках, о людях. Хотя там все смешано. Цветение абрикосов. Я утром помолился и сказал, господи, пошли мне какую-нибудь благую весть. В моей личной жизни, адаптированную. И мне послалась благая весть. Позвонили, предложили взять кредиты. На пять лет. Это авиационная улица города Кропоткина. Блин, где авиация и где Кропоткин? Какой дурак это все называет. Вот это бывшая станция юных техников города Кропоткина. Здесь меня учили фотографировать, выбирать ракурсы, проявлять. Пленку, фотографии, печатать. Я сюда ходил в 1984 году. Потом здание ликвидировали. Ну, наверное, лет 25 назад. Пока что вот это все. Это было капитальное здание. По-моему, какое-то даже купеческое. Такое богатое здание. Зачем его снесли? Ну, кто-то купил, кто-то разрушил, потом ованкротился и все. И вот пустырь. На месте, где я учился фотографировать. По-настоящему. Не как сейчас на ваши мобильные телефоны, господа, подростки и тинейджеры. А так, чтобы проявить пленочку, высушить. И всю ночь под красным фонарем печатать фотографии. Блин, как это было интересно. А это время не вернуть, как и все не вернуть. Здесь был дом, много комнат, реактивы, аппаратура, дети, пионеры. Пустырь. Для меня это какой-то символ детства. Детство – это пустырь прошлого. Вот именно по этому проулку бабушка меня вела в 1984 году на станционных техниках. Через мост. До моста мы еще дойдем. Не стал снимать. Встретил одного с пятой школы знакомого ученика, старшеклассник. С праздником. Куда я собрался? Гулять. С девушкой идет. Я говорю, а ты знаешь праздник сегодня? Да, знаю. Православный. Какой? Гоблин. Православный гоблин. Не знает. Я дурак. Я пытаюсь вот четыре года что-то в них изменить к лучшему. Чему-то научить. С каждым днем все меньше и меньше веры в результативность собственных усилий. Жалко, кстати, вот место. Центр города. Ну ладно. Я не люблю никого критиковать. Не имею права. Знаете, что для меня символ? У нас раздаетесь. Трансцендентный. Костры. По всей стране должны гореть костры, в которых мы будем сжигать мусор и глупость. Глупость и мусор. Давай, ты молнии. Тротуар возле храма. Вышла женщина из машины, субтильная, интеллигентная, с тонкими губками. Вытащила пакет с мусором, бросила на тротуар возле церкви. Россия священная наша держава. скрепы. Женщина с внешностью ведущего специалиста какой-нибудь там администрации. Вы меня хоть убейте, хоть пытайте. Я не верю телевизору. Ни про какое патриотическое чувство русского народа. Оно тут живет. Квартал от... Ну, может быть, в городе. Извините, все равно, что села и, извините, нагадила по-большому на тротуаре. В центре губки, горячая. Нормальная. Чистенькая. На иномарке, на Мерседесе. Табочка. Россия. И все, что есть. Это архангел Гавриил. И пресвятая Царица Небесная Богородица. Благовещение. С праздником вас! Будьте здоровы и счастливы! Ждем вербного через две недели и Пасхи!